Всем доброго времени суток! Ну что ж, у нас на очереди Тэккен 2. Вышел он 3 августа 1995 года на аркадных автоматах. Тогда вышла первая ревизия, а их было несколько. Годом позже уже портанули ее на PS1. Если вкратце, то нямка взяла то, что было в первой части, местами это улучшило и немножечко добавила нового. У нас четырехкнопочное управление, по одной кнопке на каждую конечность, бесконечная арена с двухмерными задниками, набор изначальных персонажей со своими боссами в конце, десятиударный комбо и все те же лунные прыжки. В этом плане ничего особо не поменялось. Однако многие элементы были либо улучшены, либо в них добавлены какие-то новые аспекты. Управление по-прежнему отличное и очень отзывчивое. Фишка с инпут-бафером из первой части также сохранилась. Боевая система в целом преобразилась. Например, у всех персонажей помимо парочки стандартных бросков, теперь есть броски сзади, если враг стоит к вам спиной. И зачастую они наносят гораздо больше урона, чем обычно. Пошел отсюда! Смачный такой бросок мой. К тому же появилась возможность уходить из бросков и захватов, если вовремя нажать тот или иной удар рукой. Зависит от броска. Лично у меня едва ли получалось это сделать, а вот комп стабильно уходит от бросков, когда доходишь до боссов. Это довольно критичная техника, хотя и не новая. Особенно в бою против Кинга она помогает. Ну и у каждого персонажа по-прежнему есть мощный неблокируемый прием. Правда, он так долго начинается, что комп на него никогда не попадется. Ну и десятиударный комбух тоже никуда не делись. Также Нямка начала вводить определенные вещи, которые позже станут обычным явлением. Но здесь они пока уникальны только для специфичных персонажей. Некоторые бойцы, как например Джун или Пол, имеют контрперехваты, как у Гиза Хаорда из Fatal Fury. Хихачи и Казуи имеют сайдстеп в сторону камеры, а персонажи, специализирующиеся на захватах или бросках, как например Кинга или Нина, получили мультисегментированные захваты, которые нужно делать один за другим. В порте также улучшили другие многие вещи. В нем по-прежнему можно выбрать оригинальный аркадный или аранжированный саундтрек, но также в нем появилось множество дополнительных режимов игры, вроде командных боев, выживания, прохождения игры на время или банальной тренировки, в которой даже частичный мувлист можно посмотреть. Набор персонажей также увеличился. Все 17 персонажей из первой части вернулись, но также были добавлены и несколько новичков. Подробнее о персонажах мы и разберем через минуту. Также мы поговорим там о балансе, а точнее о его отсутствии. Структура игры в целом здесь не поменялась. Сначала идет 7 боев со случайными противниками, потом бой с мидбоссом, для того персонажа, которым вы играете, бой с Казуей и финальный бой с Девил Казуей. Последнее, что изменили с геймплейной точки зрения, это сложность прохождения. Искусственный интеллект на этот раз намного агрессивнее, чем в первой части. Даже активно стал применять десятиударники. При этом он стал заметно чаще считывать ваш инпут и реагировать соответственно. Если в первой части он все-таки был как-то более случайный, скажем так, ну, можно было сказать, что он имитировал более человеческую игру, то здесь, особенно на высоких уровнях сложности, он местами просто беспощаден. Однако, я все-таки заметил две конкретные тенденции. Во-первых, в игре по-прежнему есть проблема с атаками по-лежачим, чем можно очень активно пользоваться. По идее, стоит хоть кому-то упасть, и второму просто надо не дать оппоненту встать и постоянно его пинать. А финальный босс, несмотря на то, что сломан к чертям, практически никак не реагирует на атаки по ногам. Но, как я уже сказал, он нахер сломан. И его лазер мало того, что неблокируемый, так еще и неуворачиваемый. Ибо, как я уже сказал, сайдстепов-то здесь пока еще нет, кроме трех персонажей. Но хватит про отличия, давайте непосредственно про вторую часть. Начнем с сюжета. Итак, первый турнир Железного Кулака закончился победой Казюзя. Тот сбросил папашку с того же самого обрыва, с которого тот сбросил его. Ну и теперь Казюзь у нас стал главой Мишима Загибацу. Хихачи, естественно, остался жив, и теперь уже он жаждет мести. Узнав об этом, Казюзь объявил второй турнир Железного Кулака, чтобы заманить туда уже Хихачи. Сюжет просто прям плещет оригинальностью. А действительно, если в первый раз он был таким отличным, то зачем что-то новое придумать? Мы просто поменяем папашу с сынком местами, и никто ведь не заметит. Они ведь как бы оба мудаки. Нет, ну я конечно понимаю, что для многих файтинги сюжет это дело десятое. Но два раза подряд повторять один и тот же бред, это уже перебор. К тому же, как и в первой части, остальные персонажи просто никак не участвуют в этом сюжете. Кроме одной. Но об этом мы узнаем только в третьей части. Давайте же посмотрим, как они изменили этих персонажей. Ну и на новичков, соответственно. Главным героем теперь значится Хихачи. Он хочет забрать свою Загибацу обратно и снова навалять сыну Леща, который теперь предфинальный босс. В плане геймплея они оба особо не поменялись. Разве что получили еще несколько мощных приемов. Особенно выделяются их приемы, которые делаются через перевод стика в нейтральное положение. То есть вам надо тапнуть в сторону, затем отпустить все кнопки и только потом вести следующее движение. И все это сделать надо быстро. Их фирменные апперкоты делаются именно так. Но тут по крайней мере Хихачи теперь не ваншоты и всех одной комбой, как это было в первой части. Как я уже заметил, все персонажи из прошлой игры вернулись. Многие получили дополнительные приемы. Но в целом, не особо так сильно поменялись. Пол Феникс по-прежнему яростно махает руками, Маршаллон ногами крутит, Джек с длинными ручищами любит обнимашки, Кинг еще больше любит обнимашки, ну и так далее и тому подобное. Пожалуй, только Йошимитсу и Кунемитсу больше всего изменились из старичков. Йошик начал походить на какую-то карикатуру, ну или какую-то стебную отдушину, или вообще тролля. Он может сделать харакири или телепортироваться. У него, кстати, свой сайдстеп есть, на право тоже здоровье отнимает. Такое ощущение, что его сделали чисто, чтобы побесить соперника. Кунемитсу же обрела свой новый набор уникальных приемов, что придало ей индивидуальности, ибо в первой части она ничего своего не имела. Хотя она в целом по-прежнему также остается клоном Йошика в плане геймплея, как и большинство других боссов, отчего заявление различных издательств, что в игре аж на 25 персонажей, не совсем корректно. С точки зрения повествования, да, их может быть и 25, а вот по факту их всего 12, боссов и секретных персонажей – это клоны или смеси уже имеющихся персонажей. Например, вот Армор Кинг берет за основу самого Кинга, что в принципе неудивительно, и внезапно добавляет фирменные апперкоты семейства Мишима. Да, а еще тут появились персонажи, которые окончательно ставят крест на внятном сюжетном повествовании в серии. Ибо у нас тут теперь не только роботы, медведи и демоны, но еще и ангелы, и кенгуру, и ящерицы. Вообще, именно в этой части начала проявляться особенность всей серии. Вокруг семейства Мишима сюжет вроде как на серьезных щах, но стоит перевести фокус на второстепенного персонажа, как игра начинает превращаться в какой-то фарс. Здесь это пока не сильно заметно, но первые звоночки уже имеются. Однако в игре также есть и четыре новичка. Первыми из них стали Лей Ву Лонг и Бэк До Сан. Лей – гонконгский полицейский и мастер кунг-фу. Он – явная аллюзия на Джеки Чана и его фильмы 70-80-х годов, вроде, например, «Полицейской истории». Он довольно маневренный и опасный боец, очень любит кувыркаться и бить с размаху. Однако главная его особенность – это использование разных стилей боя прямо на ходу. Правда, в этой игре это пока слабо выражено. И он применяет только два стиля, и то очень поверхностно. Бэк До Сан – мастер тэквондо. В изначальной версии был доступен именно он. Он очень быстр и специализируется на быстрых и многократных ударах ногами с разных сторон. По сюжету он стал медбоссом Ло, который считает, что Бэк атаковал его студентов. Когда же игра вышла в свет, официально на место Бэка пришла новенькая Джун Казама. Она – гринписовец, защитник животных. Видать, Казуя, пока управлял Мишима заебаться, спилил парочку лишних лесов. Джун в данной игре очень сильная. У нее очень много самых разных приемов и комбо-связок, на все случаи жизни. Но, пожалуй, самая главная ее особенность – это возможность переходить из одной комбо-связки в другую. В связи с чем, она даже инфинит может делать. И если вы не знаете, как от него уходить, то вам хана. И последним новичком стал личный телохранитель. Казуи – муайтаист Брюс Ирвин. Зачем, правда, демону нужен телохранитель, не совсем понятно. По геймплею похож на Бэка. Также любит орудовать ногами, но бьет гораздо сильнее. Одной его комбы хватит, чтобы снять от 40 до 70% здоровья. У него также есть многоступенчатый захват, стоящий почти все здоровье. Ну и еще натуральный шурьюкен в качестве бонуса. И вот эти четыре новичка как раз и рушат весь баланс игры просто на корню. По сравнению с остальными персонажами, которые пришли из предыдущей игры, Роджер и Алекс как бы не в счет, они тоже клоны, эти четыре новичка обладают слишком большим арсеналом разнообразных приемов и способов подавить врага. Вспоминаем основы жанра. У нас есть три типа атак. Голову в корпус и по ногам. От первых можно вернуться просто пригнувшись. От третьих надо ставить блок снизу. Так вот, почти у всех старых персонажей приемы или комбо-связки наносят удары строго в одну точку, как правило в голову. Десятиударники не в счет, ибо они есть у всех. У новичков же таких проблем нет, не говоря уже об их мощи и банально о том, что у них в принципе больше приемов и комбинаций. К тому же эти комбинации могут менять точку удара прямо посередине. Вспомнить хотя бы ту же Джун с Инфинитом. И вот на их фоне возникает вопрос. А зачем мне играть старым персонажем, у которого 3-4 спешла, если я могу играть вот таким вот монстром? Просто для примера. Я прошел игру за каждого персонажа на среднем уровне сложности. И если новичками я проходил игру с потерей всего лишь одного канта, либо без потерь вообще, как было с Джун и Беком, то некоторыми старыми персонажами я бывало тратил кантов по 10-15. Что-то нямка этот момент очень не продумала. Видимо перестарались. Зато вот в плане внешности они игру преобразили вполне неплохо. Модели персонажей по-прежнему угловатые, и когда камера берет крупный план, весьма такие страшненькие, но вот их дизайн стал заметно лучше. Костюмы теперь не такие однобокие и скучные, и в некоторых есть интересные детали, вроде ленточки, например. Задники по-прежнему видят JPEG-картинок, зато они теперь куда как более разнообразны. К тому же это компенсируется продуманным освещением. На некоторых уровнях его теперь по минимуму, что неплохо играет на атмосферу. И кстати об этом. Тут я думаю все поймут, если я просто приведу в пример финальный бой. Все помещение темное, видно только бойцов и монитор, который вас же и показывает. И это сопровождает весьма мрачная, но в то же время какая-то меланхоличная мелодия, которая отлично подходит к бою. Собственно, как и вся музыка. Каждая мелодия прикреплена к тому или иному персонажу, и сама по себе выделяет его характер. Ну и как забыть про смачные звуки ударов и хруст костей. Я это в обзоре на первую часть говорил, и тут тоже повторю. В серии Tekken звуковые эффекты одни из самых лучших в жанре. Что же мы по итогу имеем? Довольно отличное улучшение оригинальной формулы. Добавили новые аспекты геймплея, новых режимов, персонажей, подкрутили боевку, улучшили визуал и звук. Но с другой стороны, видать, немного увлеклись и накосячили с балансом и сложностью. И тупо взяли сюжет из первой игры. Я поставлю Tekken 2 8 баллов из 10. Это явный шаг вперед по сравнению с первой частью. Но минусы у игры есть, и глаза на них просто так уже не закроешь. Но не спешите расходиться, на этом на сегодня не все. Вы же не забыли про наших друзей из Китая, а? Нет, на Дэнди порта не было, слава богу. Зато был на SNES и Мега Драйв. Причем второй называется Tekken 3 Special. И имеет 8 персонажей вместо 6 на SNES. И на этом веселье заканчивается. Ибо игра просто лютый кошмар. У нас как бы три кнопки. Блок, удар и пинок. Видимо, в Китае кто-то перепутал Tekken с Virtua Fighter. Но проблем не в этом. А в том, что приемы просто невозможно выполнять из-за наикривейшего управления. И тут я не шучу, я на полном серьезе. Забудьте про все клоны Mortal Kombat и Street Fighter на Дэнди, в которые вы играли. Ибо они по сравнению вот с этим просто шедевры на 12 из 10. В эту игру в принципе невозможно играть. Как выполнять приемы, не знают, наверное, даже сами китайцы. Вот вы сейчас, наверное, смотрите на футажи и думаете, что я вроде тут что-то доделаю как-то. А на самом деле нет. На данном этапе я уже играл вот так. Я не шучу. Это дерьмо просто нихрена не работает. Ну, и раз уж мы сегодня заговорили о Tekken 2, то надо упомянуть анимешку по Tekken. Ибо она за основу берет сюжет первых двух игр. С некоторыми вольными допущениями. Показать вам я толком ничего не могу, ибо Ютуб. Но если вкратце, проводится первый турнир. Казуя идет мстить. При этом в сюжет вплели персонажи из второй части. В частности, Джун теперь сотрудничает с Леем и знает Казуя с детства, что тупо. Но все-таки это лучше, чем то, что по итогу использовали в третьей части. Хихачи, между делом, на личном острове выращивает армию клонов, рептилий и производит роботизированное оружие. Турнир для него это так чисто прикрытие. При этом Ли, который ходит под Хихачи, втихаря спит поочередно то с Ниной, то с Анной, давая им задания по устранению Казуя, что, естественно, не выходит ни у той, ни у другой. Вторую, кстати, причем динозавр сожрет. В общем, многих персонажей здесь перелопатили будь здоров. Считай, только имена остались. Ну и внешность тоже. Они даже Роджера умудрились туда впихнуть. Но при этом про многих персонажей просто откровенно забыли. Например, Пул Феникс, Маршал Лоа, Оба Кинга, Йошимицу, они на острове есть. Их показывают в общем плане и все. Но вот Роджера в сюжет надо было обязательно впихнуть. У него даже целая сцена есть. Но вот на остальных надо хер забить. При этом у всех персонажей, что все же остались в аниме, как-то отсутствует внятная мотивация. Кихачи, например, просто злодей, потому что он... злодей, я не знаю. Он просто жаждет уничтожения мира. Просто почему-то. Казуя при этом хочет его убить. Ну, Казуя хотя бы понятно, почему она хочет его убить. В общем, в плане нарратива это чушь полнейшая. Но, к сожалению, бои тут тоже просрали. Их крайне мало, и они неинтересные, и довольно-таки предсказуемые, если что на то пошло. В общем, советую это аниме пропустить. А вот вы группу играйте обязательно. Ну, а у меня на сегодня все. Пишите в комментариях, что думаете об игре, рассказывайте о канале друзьям. У меня также теперь есть канал на Твиче и группу в Кантаче. Если есть возможность и желание, поддержите проект. Все ссылки вы найдете в описании. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok